Теэфима Лопес-старший считает, что Теренс Кроуфорд боится драться с его сыном. «Я не думаю, что Кроуфорд хочет связываться с моим сыном. Его карьера закончится. Вот что он чувствует. Мой сын его уничтожит. Кроуфорд считает себя Кинг-Конгом. Если он проиграет моему сыну, то это станет катастрофой. Он не будет спать по ночам. Это будет кошмаром». «Мне Кроуфорд напоминает Майка Тайсона. Помните, как Майк говорил, что боялся? Старый лев боялся, когда выходил в ринг. Кроуфорд боится до смерти. Знаете, почему он боится до смерти? Он не хочет проиграть. Он понимает, что у моего сына есть хорошие шансы нанести ему поражение. Всех их волнует только поражение. Они не хотят проигрывать. Мой сын всегда идет за топ бойцами. Он в этой игре, чтобы драться с топами. Теренс хочет подняться на три дивизиона, чтобы подраться с Канелло. Мой сын хочет подняться всего на одну весовую категорию». Всем привет! Вы на канале Воин. И тут только самые свежие новости из мира бокса. Без долгих вступлений погнали! Бывший чемпион Джонни Нельсон отреагировал на предложение президента WBC Маурисия Сулеймана, чтобы на бою Усика и Фьюри работало 5-6 судей. «Думаю, чувство должно быть нечетным, потому что здесь могут начаться проблемы. Судьи должны быть ответственными. К ним следует прикрепить счет или резюме. Мы видели несправедливые решения в нашем спорте. Мы видели вмешательство в наш спорт. Но никогда не было личностей тех, кто это делал. Судьи найти легко, но ты их просто забудешь. Ты же не будешь помнить, кто судил бой между Леноксом и Ивандером. Нужна большая прозрачность работы судей. Если у них будет 5 судей, это хорошо. Но не нужно делать четное число. Это просто создаст больше проблем». Джош Локхард, диетолог Фьюри, рассказал, как поможет Тайсону быстро справиться с рассечением. «Высокое содержание белка очень помогает, поскольку организму необходимо перестраиваться и восстанавливаться. Много белка, много воды и жидкости. Именно такие продукты помогут более быстрому заживлению рассечения. Например, чеснок – отличный источник, который поможет вам быстро восстановиться, поскольку убивает бактерии и микробы в порезах. И красное мясо – ключевой источник белка. Я не из тех диетологов, которые говорят, что еда решит все, но с течением времени она оказывает огромное влияние с точки зрения восстановления и травм такого рода. И все же самое главное – это время. Врач сказал, что рассечение затянется через 3 недели. Люди не понимают, что для обычного человека такое рассечение не является проблемой, но если ты будешь получать удары по лицу, это займет много времени. Даже май – это рановато для боя, но я знаю, что Фьюри хочет сделать то, что должен, и поэтому я думаю, что он справится. Восходящая звезда легкого веса Кишин Дэвис предевил претензию Сауле Альваресу. Все знали, что Канело победит Чарла, верно? И все знали, что он победит Калиба Планта. Так что его слова про то, что от боя с Кроуфордом он ничего не приобретет, звучат как оправдание. «Сауль, братан, ты адский боксер, я тебя уважаю, но ты делаешь оправдание, чтобы не драться с другим великим боксером». Кроуфорду следует продолжать вызывать Альвареса на бой. Тим Зю высказался в адрес советника Флойда Мэйвезера, Леонардо Эллерби и Шона Портера. «Прекрасно, только будьте уверены, что вы оставили свои деньги на тот же результат, про который говорит ваш род. Но я еще думаю, что это хорошо, иметь самое разное мнение по поводу боя. Когда у людей вопросы и сомнения, тогда они и ждут поединка. И не важно, чего ты достиг, критики будут всегда. Так что Леонардо Эллерби и Шон Портер и все остальные, кто ставит на Турмана, мне это нравится». WBC обновила рейтинг боксеров легкого веса. Денис Беренчик поднялся на седьмое место, а Василий Ломаченко выбыл из стопа 10. Лидером рейтинга является Уильям Сипеда, а чемпионом Шакур Стивенссон. В полутяжелом весе Александр Гвозик поднялся на второе место, а первым идет Джошу Буатси. Джош Тейлор и Джей Кеттерл провели агрессивно анонсирующую пресс-конференцию, обменявшись угрозами и обещаниями. «Я с нетерпением жду, когда закончится наш бой. В первом поединке он не смог побить меня, и уж точно не сможет этого сделать во втором. Когда я снова побью его, ему некуда будет идти, он уйдет в отставку. Он никогда не станет чемпионом. Я завершу его карьеру, которой у него так и не получилось. Он никогда не станет чемпионом. Хорошо, что наш реванш назначен. Я готов урегулировать наш спор. Он здесь, чтобы его побили. Я знаю, как это сделать. Это вопрос времени, когда он снова окажется на конвасе. Джош, тебе конец после этого боя. Через 9 недель ты ляжешь спать. Чемпион WBC Джермал Чарло. Вот уже 3 года как не защищает пояс. Боец не скрывает, что не намерен этого делать. Именно его считают фаворитом на майский бой с Саулем Альваресом. На днях Чарло заявил, что все это слухи. Ему никто не предлагал драться с Канелло. А вчера Джермал, похоже, наконец-то сумел убедить в этом болельщиков. Чемпион обратился к популярному контент-мейкеру Эдину Россу и потребовал от него денег, чтобы прокомментировать предстоящий бой. Судя по голосу, Чарло был пьян. Росс дал понять бойцу, что не платит за интервью. Болельщики бокса немного в шоке. Теперь они и сами не верят, что Чарло соротится в мае с Канелло. Судя по голосу, он неделями не просыхает и подзрывает, что Джермал нуждается в лечении и ему пора на пенсию. Бывший чемпион Пол Малинянджи прокомментировал предстоящий бой Усик Фьюри. Усик проиграет Фьюри и завершит карьеру в мае. Он уйдет на пенсию раньше Кроуфорда. Он завершит карьеру следующим. Александр – серьезный парень. Но я думаю, что сразу после поражения он поймет, что у него нет шансов вернуть титулы. Фьюри слишком большой для него. Усик проделал отличную работу, получил три титула, но ему будет очень сложно с этим великаном. Тайсон может снова заявить о завершении карьеры. Не поймите меня неправильно, но этот парень уходит на пенсию каждые две недели. Я считаю, что Усику не победить в этом поединке, даже несмотря на то, что Фьюри показал ужасное выступление против Фрэнсиса. Сейчас Тайсон получил такую необходимую мотивацию. Усик подумает о том, что он и так много добился в боксе золотые медали, победы на международных турнирах, чемпионские титулы в двух дивизионах. А на этом у меня все, друзья. Оставляйте больше комментариев, подписывайтесь на канал, поддержите лайком и увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok